Привет! Как я люблю подарки, как я люблю подарки, шаляву я люблю, хоть и перепаянную 500 раз. Это же легендарный Аракул, VX 550, ну шикардос, чё шикардос. Да тут бесплатный контентиц подъехал, как я люблю, всё перепаяли, все элементы практически перепаяны, ну ничего, будем разбираться, будем разбираться. Привет, дорогие друзья, вы на канале Домовой, вы посмотрите, что мне подкинули за бесплатно. Это Аракул VX 550 на 550 ватт, практически честно. Ну что, значит блок питания немного отработал, мы видим, и что-то с ним произошло, мы не знаем что, и он перестал работать. По моему совету блок начали пытаться отремонтировать, но я знаю, что Аракулы это больная тема, и у большинства Аракулов проблемы с оптопарами. На данном блоке питания оптопары расположены со стороны дорожек, и видим, их перепаяли. Вот, я сразу сказал, что очень часто проблемы с оптопарами. Не знаю, новые это оптопары, или просто их пропаяли, вот этого я не знаю. Вот. Также сказал, обратите внимание на Телки, бывает очень часто глючат Телки именно у Аракулов, прям это, прям, я не знаю, болезнь. То ли у них целые конвейеры с этими проблемными элементами специально, то ли ещё что-то. Вот, это я уж тут вот немного поковырялся, супервизор посмотреть, подкинуть, проверить. Да, между прочим, сразу же, давайте посмотрим, что это за супервизор. ГР-8313, вот такой супервизор. Ну, блок питания сам по себе, вот тут вроде ничего не менялось, я посмотрел. Вот, и он рабочий, как бы он запускается, но таким интересным образом запускается, смотрите. Блок питания начал рандомно вырубаться, то есть он включался, работал-работал какое-то время и вырубался. И опять, да, какое проходит время, он опять может включиться, может не включиться. И, как бы, вот такие вот непонятные с ним начали происходить вещи. То есть, как бы барабашка там завёлся, и вот он, хорошее настроение, он может запустить блок. Блок держит нагрузки, всё окей, всё отлично работает, но вот проходит какое-то определённое время, а может даже работать несколько дней, а потом хренат и отключаться. Вот, и человечек у меня спрашивает, ну, как бы, грубо говоря, такой сосед. Вот, и я не сильно тесно общаюсь с людьми, как бы, да, ну, сами понимаете, некогда. Вот, ну, попросил советок, говорю, да не вопрос, вот. Я говорю, ну, в основном, аракулы, больная тема, это ауто пара и ТЛ-ки. Ну, это прям вообще, вот, я не знаю, прям, лучше брать сразу и менять на новые. Вот, и я не знаю, что он сделал, но он воспользовался моими указаниями, но, к сожалению, вы знаете, что получилось-то? А получилось-то вот что. Он перепаял или заменил, не знаю, и у него блок заработал, и проработал он неделю или полторы. Ещё он мне сказал, да вот, спасибо, ты мне помог, я говорю, да ничего я помог, да ничего я не помог. Я говорю, я что, я только дал советы, а, знаете, советы раздавать, это же элементарно. Вот. Проходит неделя-полторы, и блок опять начинает вырубаться. Вот. И, значит, он психанул, пошёл, купил новый блок, а этот блок говорит, ну, так как ты мне, типа, помог, ну, понятное дело, что у меня не хватило знаний, ну, вот тебе блок, на, вот тебе, дарю тебе блок, отремонтирую и сними классный видос, хочу узнать, в чём проблема. Вот. И вот таким образом этот блок питания попал ко мне, вот, на реанимационный стол. Да, вы знаете, я его немного потыкал, он мне сначала тоже запустился, всё окей, работает, как бы проблем нет. И я такой думаю, блин, ну, вот фигня какая. Сейчас опять начнёшь снимать видео, блок работает, блин. То есть, надо будет подгадывать время, там, что с ним происходит. Ну, вот, короче, ладно, сейчас блок всё, вот, он умер и сразу уходит в защиту. То есть, он включается и сразу уходит в защиту. Давайте же посмотрим, как себя ведут линии, выходные на блоке питания. Не знаю, кстати, вот я момент единственное не уточнил, что менялось или что просто пропаивалось. Вот, вот это вот проблема. Я не в курсе. Может быть, что-то менялось, может, что-то пропаивалось. Конечно, вот тут сложно. Но давайте попробуем. Сейчас вроде бы блок уходит в защиту. То есть, соответственно, мы сможем проверить, мы сможем проверить как раз этот дефект. Так, хватит на трындел, что-то я совсем прям уж, вы уж меня извините. Ну, вы меня извините за трындел, но а как без этого? Ну, надо же понимать вообще, что происходит и чего мы делаем. Значит, для такого сложного случая я, как всегда, достаю вот двухлучевой осциллограф. Классная штука, блин. Просто бомба. Мне нравится. Но я им не постоянно пользуюсь. Это прям вот такие экстренные случаи, когда действительно два луча, и это прям вот надо. Прям вот, чтобы было четенько видно. Значит, подключаем блок и через мою платопомогалочку для удобства. Один щуп мы кидаем, зеленый щуп, получается, мы кидаем на 3,3-вольтовую линию, а желтый щуп мы кидаем на 12-вольтовую линию. Почему на эти линии? Потому что это самый оптимальный вариант подключения осциллографа. Ну, 5-вольтовая линия силовая, ну, она уже как бы вторично ее можно смотреть. Самое главное это 12,3-3. Так, ну что, пробуем запускать. Подаем питалочку. Вот, дежурочка у нас загорелась. Стартуем блоком питания. Так, смотрите, мы стартанули, все зажглись индикаторы, но, к сожалению, я триггер не поставил. Ставлю триггер. Ставлю триггер и еще раз запускаю блок питания. Так, что мы имеем? Смотрите, это мы прямо отключаем все из розетки. Самое главное мы видим вот здесь. У нас желтая линия, это 12-вольтовая линия, и она поднялась до 11-ти вольт. Видите? То есть, она формально не успела подняться до нужного значения, до 12-ти вольт. Сработала защита супервизора. А вот зелененькая у нас, зелененькая, вот видите, полосочка пошла. Аж поднялась АМП до 4,48. То есть, это линия 3,3 вольта, и она пошла в завышение. То есть, у нас супервизор увидел, что по линии 3,3 вольта идет большое превышение напряжения. То есть, у нас глючит 3,3 вольтовая линия. Вот. В чем проблема 3,3 вольтовой линии? Ну, там обычно стоит Телочка. Давайте сейчас посмотрим, из чего состоит у нас 3,3 вольтовая линия. Так, ребятки, лягушатки, смотрите, вот это 3,3 вольтовая линия. Вот, выходит у нас силовая линия. Вот у нас как раз резистор стоит на фидбэк 3,3 вольтовой линии. То есть, нам надо будет проверить, кстати, не оторван ли провод 3,3 вольтовой линии. Вот это надо будет обязательно мультиметром проверить. Дальше у нас идет Телка с обвязкой вот этих резисторов. Эти резисторы, вот конденсатор на Телку, тут вот эти несколько резисторов на эту Телку. И дальше, дальше у нас стоит 2 резистора, вот эти, по-моему, 2 резистора. Видите, вот тут запаян элемент. Это у нас транзистор. Транзистор 3,3 вольтовой линии. И еще на 3,3 вольтовой линии должны быть пару диодов. Вот они, наверное, какие-нибудь запаяны. Где-нибудь здесь запаяны. Давайте сейчас перевернем и посмотрим. Плохо видно? Вот этот транзистор 3,3 вольтовой линии. Вот этот резистор тоже, по-моему, к 3,3 вольтовой линии. И вот этот диод, вот этот диод, походу, вот тоже к 3,3 вольтовой линии относится. Но их, по-моему, должно быть 2 таких диода. Они создают как бы обратную связь. Вот через вот этот транзистор и 2 диода создают обратную связь для того, чтобы накачивать 3,3 вольтовую линию через вот этот дроссель. Ну, стабильными 3,3 вольтовой, чтобы держало 3,3 вольта. Если вот эта вот обратная связь, вот этот транзистор начнет глючить, либо вот этот диод, либо само кольцо не работать будет. Ну, обычно, ну, что кольцо будет, если оно не поджаренное, будет работать нормально. Либо ТЛ-ка начинает глючить, вот, то, соответственно, у нас начинается завал 3,3 вольтовой линии. Либо выше, либо ниже, ну, соответственно, как работает тут. Вот. Так что такие вот делишки. Надо проверять эти элементы. Так, а я что-то подумал, давайте сделаем запрещенный прием. Вот у нас есть вот здесь транзистор, вот этот транзистор. И мы его сейчас с помощью паяльничка, с помощью паяльничка, попробуем погреть. Но ведь не просто так включался же блок питания и работал, да, какое-то время. Давайте мы попробуем, может быть, проблема в этом, в этом как раз транзисторе. У меня был случай, когда транзистор, я просто прогрел, и он начал работать по линии 3,3 вольта. Может быть, здесь у нас такой же случай. Сейчас попробуем. Греем, греем, греем. Я думаю, о, уже пошел запах. Так, я думаю, если даже какой-то будет эффект, то мы уже его сразу запечатлим. И теперь переворачиваем плату. Будьте осторожны, 220, не шутошно, дернет. Так, и попробуем run, wait. Подключаем и пробуем. Так, 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 так. А, включить. Прямо все, видите, на горячую, без всяких склеек, прям в лоб буду делать. Нифига. В защиту уходит. Все равно 4,32, нифига, не сработал лайфхак. Здесь не прошел номер, не прошел номер. Так, ну, диод, по идее, я не знаю, диод. Диод надо менять. Ну, диод, его грей, не грей, мне кажется, он работает. Хотя, если он работал, может быть, и диод можно погреть. Давайте попробуем диод погреть. Так, все, включаем. Так, ну, до диода, конечно, добираться не очень удобно. Ну, мы его так чуть-чуть погреем уже холодным паяльником. Но все равно эффект будет. Если будет, то он сразу проявится. Да, аэрокулы, это такие говнючки. И вот, казалось бы, а чего? Ну что, давайте попробуем еще раз запустить. Пройдет ли этот номер или не пройдет. Так, стартуем. А, ну да. Но нет, но нет. Нифига, не получилось. Насколько взять не получилось. Ну что ж, тогда будем разбираться. Так, проверяем сигнал фидбэка. Так, это вот здесь и вот здесь. Должно быть 0 Ом. Отлично. Хотя здесь стоит резистор в 10 Ом. Но так как у нас соединяются два провода, так и должно быть. Все у нас здесь замечательно. Паянная ТЛ-ка. Я предлагаю заменить на новую ТЛ-ку. Даже не буду разбираться и подкидывать из логов. Прямо сразу же заменю, чтобы не парила мне мозги эта ТЛ-ка. Так, все, я заменил ТЛ-ку. И резистор, я что-то мне не понравился, но я его отпаял, замерил и обратно запаял. Он на 1372 написанная маркировка, но реально на 1382. Там на 10 Ом, по-моему, разница немножко увеличен. Вот, ТЛ-очку я перепаял на новую со своей картотеки. Взял с Китая, заказывал набор ТЛ-очек. Но, в принципе, все. Смотрю, здесь тоже ТЛ-очка паяная. И вот ТЛ-очка паяная. Но эта ТЛ-ка, я точно знаю, что идет на дежурку. Что ее было паять, если дежурка была исправной. Ну, хотя он, наверное, паял все ТЛ-ки. Но, не знаю. Вот, заменили. Сейчас будем проверять, какой будет результат. Больше я ничего не стал трогать. Никакие диоды не стал трогать. Кстати, диод, вот второй диод. Вот он он. Второй диод по линии 3,3 Вольта. Этот, вот этот. Вот он, маленький. А первый диод, вот он, наверное, стоит. Вот он, запаян. По-моему. Вот он, который большой. Вот. В принципе, такие вот дела. Давайте попробуем запустить. Посмотрим, что как себя поведет теперь линия 3,3 Вольта. Все, я подключил. Давайте же проверим. Так, дежурка поднялась. Пробуем запускать. Опа! Опачки! Опачки! Так, все заработало? Все заработало? Да черт побери, да как так-то? Смотрим. Линия 3,20. Почему как-то странно? 3,20. А, я отключил что ли? Ну, странно какое-то падение. Но блок... Подожди, блок, по-моему, работает же. Ну-ка еще раз. Так, 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 подожди, подожди. Да, блок работает. Все. Все. Все ништяк. То есть, ТЛ-ка, ТЛ-ка тупила. Блин, ну она вроде была перепаяна. Или может быть просто ее прогрели. Короче, непонятно. Сказал же, лучше заменить на новые элементы. Еще раз запускаем. Хоп. Блок работает. Остиллограмма есть. Еще раз запускаем. Хоп. Так, давайте посмотрим... Нем-нем-нем. Сдвинем. И еще раз. Нажмем. Стартует. Почему-то снисходящее уходит вниз потом. Странно себе поведение. И амплитуда почему-то 2,88. 2,88. Прям странное какое-то поведение. Непонятно. И напряжение здесь 11,2. А блок показывает, что все окей. Непонятно. Так, ладно. Давай тогда реалтайм выставим время. А, потому что у меня отце стоит. Ё-моё, баклажан. Ну да, вот так бывает. Так, а где у нас настройка? Блин, разные осциллографы. Все по-разному. Так. Окей. И окей. Так. Меню. Так, давайте же теперь попробуем. Да, это, кстати, важная настройка. Имейте в виду. А то можно так попасться. Да, все отлично. Все замечательно работает. Напряжение тут 12,1. А тут по 3-х вольтовой линии 3,40. Видите, прямая пошла, стабилизированная. Так, давайте вторую линию мы опустим. Так, 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 так. Так, нет, эту оставим. Вот так, чуть-чуть опустим. И еще раз. Запустим блок питания. Все. Видим, 12,1 вольта на выходе, а по 3,3 вольтовой линии максимум был 3,48. Ну, то есть, все отлично. Блок работает. Теперь, в принципе, можно собрать, подгрузить и еще раз проверить. Вот, вот, элементарно оказалось. Всего лишь один, одна ТЛ-ка. Да я знал, что проблема у них с ТЛ-ками и с автопарами. Ну, аэрокул это частая проблема, реально. Вот. Так что имейте в виду. Я не знаю, как это. Они же работали. То есть, судя по вентилятору, судя по вентилятору, он работал. Он работал какое-то время. Да и причем нормальное время работал. Ну, чтобы такая грязь образовалась. То есть, он явно ни неделю работал, ни две, несколько месяцев работал, я так думаю. Вот грязь. Поэтому, ну, фиг его знает. Ну, как бы вот. Все элементарно оказалось. Я поэтому и не стал париться с... Ну, вот, почему мне не нравится ковыряться в бушатине, да, кто там ковырялся уже. Потому что неизвестно, на новые элементы меняли, не на новые. Поэтому сразу вот, по идее, все, что паялось, ну, как бы оно все под вопросом. Неизвестно, какие элементы впаяли. Могли неисправные элементы впаять. То есть, вот это проблема. Поэтому, когда вы берете бушное и у вас нет опыта, нафиг. Не рекомендую. Я и сам, как бы, взял, потому что мне бесплатно отдали. Поэтому я говорю, ну, да, окей, поковыряюсь. А вот, если бы за деньги, я бы не стал бы такой блок брать. Нафиг он нужен. В нем ковырялись. Неизвестно, что из него забрали. И что в него впаяли. Каждый элемент проверять после человека, там, который в нем ковырялся. Там, дорожки бывают оторванные. Ну, короче, вы смотрите мой канал, много чего видите, да. Всякого хлама я тоже показываю. Поэтому не рекомендую блоки брать, которые уже чинились. Ну, или если их бесплатно отдают, то окей. Но присылайте, я возьму. Вот, давайте собирать и под нагрузку кидать. Ну что, дамы и господа. Давайте же посмотрим, все ли мы правильно починили. И будет ли держать блок питания нагрузку. Оракул. Вот он, наш любимый Оракул. Подключаем питалова. Дежурка поднялась. Это уже хороший признак. Запускаем. Хопа! Аллилуйя! Все работает. Все напряжения поднялись. Павергуд поднялся. Значит, супервизор говорит, что у нас все окей. Так, ну что, погнали замерять. Погнали замерять напряжение. Так. 5 ВСБ. 5,08. Чудесно. 12-ти вольтовая линия. 12,4 вольта. Огонь. 5-ти вольтовая линия. 5,78. Кстати, на Оракуху, вот, постоянно она в районе 4,75, 4,8. Ну, я считаю, это нормально. 3,3 вольтовая линия. Чудесно. Минус 12-ти вольтовая линия. Ну, это нормально. 12,75. Ну, норм, что. И павергуд присутствует. Больше 3 вольт. Все отлично. Блачанский работает. Мы его восстановили. Надеюсь, теперь будет пахать долго и счастливо. Вот такой вот ремонт. Еще раз говорю. Не берите капанные блоки питания. Ну, есть только на донорство. Там баночку выпей, транзисторы выпей. Все как бы. А там больше нечего брать. Вот такой вот ремонтик. Спасибо за халяву, за простой ремонт. Я думаю, кому-то будет хорошим наукой, как починить блок питания. Но, казалось бы, человек воспользовался советами, но до конца не довел дело. Ну, и такое бывает. Но ничего, не разочаровываемся. Все будет замечательно и отлично. Потребление видим по розетке 260 ватт. Вот так блок нагружен. Так блок работает. Вот такие вот дела. Кому понравилось, обязательно лайк. Комментарий шлепните. Что думаете? Ну, конечно, аэрокула, это же отстойный блок питания. Да не, нормальный. Если простую машинку ставить без мощной видеокарты, вполне нормальный блок питания. Но я вас умоляю, прекратите. Он своих денег стоит. Вот. Пишите комментарии обязательно. Продвигайте мой канал. Это прям вот необходимо. Но чтобы больше людей ремонтировали блоки питания, я только за. Я показываю вот в лоб все, что есть. Сильно не вырезаю, сами понимаете. Вот. Но и сразу не рекомендую. Вот не берите блоки, которые вот, в которых ковырялись. Вот не берите. Я их не рекомендую брать. Только если их бесплатно отдают. Или, ну, там совсем за копейки, там, 200 рублей, которые не жалко потратить. Все. Я вот 500 рублей за блок, вот, в котором ковырялись, не отдал бы, честно. Вот не отдал бы и все. Вот нифига не отдал бы. Вот. Поэтому такие вот дела. Вот. Такие вот дела. Подписывайтесь на меня в YouTube, в Routube и обязательно, конечно же, в ВКонтакте подписывайтесь на меня. Пишите там комментарии тоже. Я, бывает, отвечаю на вопросы. Яндекс.Зен. Обязательно в Яндекс.Зене. Я прям выкладываю первые ролики сейчас в Яндекс.Зене. Там монетизация. Мне небольшой бонус падает. Поэтому, ну, это такая, скажем, благодарность за мои просмотры. Я считаю это справедливо. Вот. Все расходники, все материалы, все мои приборы, все находятся, знаете, оп, включается и сам выключается. Прям классная тема. Могу сделать обзор, конечно, есть кому надо. Такой штуки. Вот. Автоматически выключается. Ну, здесь у меня установлен, по-моему, 3 минуты, и он выключается. А на другом мультиметре я сделал 15 минут. То есть кнопочку нажал, и он 15 минут работает, а потом выключается сам автоматически. Там стоит литий, он медленно разряжается. Короче, его хватает там на год. То есть раз в году заряжаешь и не паришься. Ну, то есть, короче, классная, удобная штука. Вот. Вот такие дела. Ну что, на этом все. Всем крепкого здоровья, удачных ремонтов. И, конечно, до новых встреч на канале Домовой. Пока-пока-пока. На этом не все. Смотрите, какая затравочка. Специальное мини-видео ролик-затравочка. Вот, видите, коса, да, кашу. Вот. И у нас, значит, письон провод. Вот он, он не замкнут, все окей, все нормально. Но я подаю питание вот на этот блок питания. И смотрите, что будет. И он работает. Видите, подсветка работает. Включилась подсветка, и вентилятор двинулся. Потребление 1,5 ватта. Смотрите, выключаю питание. И сейчас вентилятор немного двинется. Ну-ка. И пищит. Блок питания пищит очень. Смотрите, подаю опять питание. Видели, вентилятор вращаться начал. И остановился. И подсветка работает. Мне кажется, блок питания-то не должен так себя вести. Тем более, не замкнут письон. Так что, это вот следующее видео. Блок, который сам по себе работает. И обязательно оставьте комментарий, кто до конца досмотрел. Вот прямо интересно, кто мои ролики вообще до конца смотрит. И, конечно же, всем, кто досмотрел до конца, удачи в ремонтах. Чтобы всегда были только положительные ремонты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok